Почти для каждого месяца весны, лета или осени в Анапе есть свой цветок. Это клумба на улице Новороссийской. Такие есть у каждого второго частного дома. Подбор растений в зависимости от предпочтений. Лариса Евгеньевна говорит, что выбирала относительно неприхотливые. Вместе с тем ежедневно на уход за ними, а также другие работы на закрепленном участке тротуара уходит минимум полчаса. Сама она называет себя старожилом, так как живет на этой улице с рождения. Каждым годом все лучше и лучше. Посмотрите, какая красота вокруг становится. Люди стали заниматься зеленением. Десять лет назад дорога была другая, а сейчас она расширенная. Розы на улице не росли. А пять лет назад стали ухаживать больше. Курорт по-другому стал развиваться и стали люди больше уделять прилегающей территории. Людмила Шмакова, руководитель местного территориального общественного самоуправления, говорит, что центральные районы в достаточной степени благоустроены, однако они же являются своеобразной визитной карточкой Анапы. В этом году администрация привела в порядок пешеходный участок улицы Терской между Астраханской и Ленина. Продолжаются плановые работы по благоустройству. Только в одном сквере Протапова с весны заменили три десятка скамеек, испорченных вандалами. Также по просьбе местных жителей на улице Терской в районе школы номер один сделали остановку общественного транспорта. Нам не приходится ждать. Вот, допустим, сломались там две урны, прохудились некрасивые, стояли, прожавели. Позвонила в ЖКХ и буквально в этот же день к вечеру их заменили, уже выкрашенные поставили новые. Ну, если что-то более масштабное, если там кусочек тротуара где-то провалился, то это тоже ремстрой приезжают в течение двух дней и они сделают. Так что долго и напоминать не приходится. Как-то мы дружно работаем. ТОС номер 6 выиграл 200 тысяч рублей на краевом конкурсе. Эти деньги пустят на озеленение улиц. В свою очередь в администрации разработан проект обустройства сквера на улице Тургенева в районе Высокого берега. Работы планируется начать уже этой осенью.